В детстве нас учат быть культурными, вести себя культурно, а вот прививать культуру питания это не всегда. Став взрослыми кашем, мы спешим скорее заменить на бутерброды или пелеменецкие спачки. Итог, почти каждый второй россиянин сейчас весит больше нормы, а это почти 70 миллионов человек. Несколько лет назад Россию захлестнула мода быть здоровым, не только заниматься спортом, но и правильно питаться. Но что это значит, что нужно есть, чтобы быть здоровым, об этом не только мы сегодня будем говорить с наших гостей из Москвы. Ольга Григоряна на студии, ведущий научный сотрудник клиники Института питания Российской Академии Медицинских Наук, кандидат медицинских наук. Ольга Николаевна, приветствую вас, рад видеть. Ольга Николаевна, ну не примите это за такой дежурный комплимент, вы все-таки неплохо выглядите. Это результат здорового питания, которого вы придерживаетесь все же, или вам это не удается? Я стараюсь придерживаться, иначе я не работала бы в этом учреждении. Во-вторых, конечно, это определенный позитивный настрой и отношение к жизни, это тоже очень важно. И самое главное знание, какая еда может принести пользу, а какая вред. И мы должны об этом рассказывать своим гражданам. И с этой целью я и приезжаю в Хабаровск. У вас замечательная медицинская, как мы говорим, популяция, вообще когорта медицинских учреждений. И они все больше и больше тоже занимаются этой проблемой, потому что питание – это основа здоровья, и, естественно, это закладывается в детстве. То есть мы есть то, что мы едим? Совершенно верно. Такое избитое выражение, что вкусно – это всегда вредно? Не согласна. Не согласна абсолютно. Вкусно, конечно, если кормить жирным, сладким, соленым, усилением, с добавками, с усилением вкуса. У вас здесь очень распространена китайская кухня. И, в общем-то, это очень заражает, это очень вовлекает во вкус, и хочется съесть больше и больше. И я считаю, что люди от этого только страдают, а не переедают. Если они переедают и не тратят это количество еды, естественно, у них нарастает масса тела. Масса тела измеряется сейчас очень многими методами. Это не только весы. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос вот по поводу биодобавок. Я к ним отношусь резко отрицательно. Но в семье моих молодых знакомых, которые стараются, в основном вегетарианское питание придерживаются, но они употребляют БАДы кораллового клуба, по-моему, так называется. Что по этому поводу думает гость? В целом биологически активные добавки термин несет под собой хорошее, позитивное такое начало, потому что добавляется в рацион то, что нам не хватает. И в целом это были вещества всегда в нашем рационе, ведь те же витамины, они у нас никогда не депонируются. И даже в самый богатый сезон, казалось бы, по витаминам мы всегда в гиповитаминозе, потому что натуральные витамины, они разрушаются при хранении, при термообработке, при пищеварении. Господи, как же раньше люди-то жили, а? Жили меньше, правда же? Жили меньше и болели сложнее. Сейчас, в общем-то, мы пугаемся тех болезней, о которых сейчас много говорится, но они хорошо диагностируются, медицина идет очень широко вперед, появляются новые технологии. Почему я и говорю, что нужно обращаться в хорошие клиники для того, чтобы проверять свое здоровье? Ну давайте про добавки. Все же... Добавки, я отвечаю, добавки нужны обязательно, потому что у нас рацион без них не может быть полноценен. Но добавки, это не значит какие-то красивые этикетки в красивых баночках, и должен быть авторитет, определенный за этой добавкой у фирмы. Если это государственное предприятие, если это одобрено институтом питания, а в нашей стране это единственный гуру, как бы я скажу. То есть сертифицирован? Сертифицирован. Сертифицирован обязательно, разрешен к применению, проведены клинические испытания, доказано на животных и на группах добровольцев, что не имеет никаких побочных эффектов. И самое главное, человек должен обратиться в клинику и определить, нуждается ли он в этих добавках, по каким позициям он дефицитен, по каким витаминам, по каким минералам, по белку, по жиру и так дальше. То есть диагностика предварительная, она обязательна? Давайте представим ситуацию, что мы зашли в магазин. Сколько процентов товаров, пищевых продуктов вы бы назвали безопасными? Давайте так, безопасными, полезными. Вот со своими пациентами в клинике института питания, которая находится в Москве. Давайте лучше в магазине. В магазин? Нет, я к чему говорю? Я начинаю разговор так. Давайте мы пойдем с вами в магазин. Да, и мы идем в магазин и учим человека читать этикетки. Мы говорим человеку, посмотрите, вы что считаете мясом? Вы что считаете белком? У нас, к сожалению, очень низкое образование у населения. Люди не знают, что такое еда. Они не знают, что такое белки. Я спрашиваю, вы знаете, что такое белки? Они мне кричат сосиски и колбаса. Я говорю, вы этикетку читали. Там самое важное, что там есть. Там есть соевый белок. Там мясо, это 10-12% в самой высоко качественной, дорогой колбасе. Соевый белок очень достаточно дискутируемая вещь. И она позиционируется чуть ли не как не панацея наступающего всемирного голода. Это растительный белок, а нам нужен животный. Без животного белка у нас клетки не будут делиться, они у нас не будут размножаться. И как раз вот те приверженцы вегетарианства, они очень рискуют. Потому что они не получают животный белок. Так все же, мясо да или нет? Мясо да. К примеру, я знаю, семью, ребенок выращен без мяса. Совершенно верно. Он выращен, если он сам, значит он получает достаточное количество белка рыбы, творога, яиц, курицы, белого мяса другого, там индейки и так дальше. Он употребляет молоко и яйца? Хорошо. Значит, пока на сегодня ему хватает. Значит, он обеспечен животным белком. И вот здесь вот, возможно, коррекция определенными добавками, теми аминокислотами, витаминами, которые он недополучит с этими продуктами. Такие варианты питания есть. Мы теперь уже сейчас ушли от традиционной диетологии, стандартной такой вот прописной. Такой стол правильный, такой неправильный. Идет речь о рациональном, индивидуальном питании. Все-таки ваш вердит как специалиста. Мясо для человека, да. Это то существо, которое все-таки должно, ну как обезьяна. Процентно, да. Не буду настаивать, да, чтобы наши слушатели, в общем-то, поверили и ели другие животные продукты. Пусть не будет мяса. Пусть будет молоко, пусть будут яйца. Если нет рыбы, пусть будет белое мясо любое. Индейки, курицы, любое. Но мясо должно быть высоко белковым и низко жировым. Понимаете, у нас очень больно. Почему столько много ожирения, тем более у детей? Потому что еда больше жировая и углеводистая, чем белковая. У нас люди недополучают белок. Они дефицитны по белку все. Это уже сейчас мировые статьи. Наши все конгрессы по питанию. Наш единственный в мире конгресс по питанию, который проходит в Москве. Институт питания его создал. Все говорят в один голос, что, в принципе, мир страдает от того, что в рационе людей не хватает белка. Причем животного белка должно быть только две трети, треть растительного. Илья Николаевна, но сейчас вы наверняка знаете, что в Штатах, в Канаде, части стран Европы и даже уже в Китае, Китай очень тянется к западным тенденциям, у них просто белковый бум в виде коктейлей, в виде концентратов и того подобного. Почему? Потому что белок, чтобы его переварить, нужно затребовать собственный жир, если вы едите безжировой рацион, или, по крайней мере, там жира мало. Белок сгорает только в энергии сгорания собственного жира. А вот если вы едите много животного белка, много животного жира, да еще много простых углеводов, у вас идет перекос в сторону жира и углеводов, и тогда все эти излишки жира и углеводов откладываются про запас, и белок вам, в общем-то, в таком количестве не нужен.